Хотя предположительно известно, что коронавирусный штамм омикрон переносится легче остальных, тем не менее у нас сегодня не только более 3000 зараженных, но и 315 человек госпитализированы с коронавирусом. Но несмотря на то, что количество выявленных штаммов омикрона достигает почти 90%, 10% приходится и на более зловещую дельту. А это именно та разновидность коронавируса, которую укладывает людей в больницу. В основном те, кто сейчас нуждается в госпитализации, это люди старше 60, не вакцинированные, и у них выявлен дельта-штамм. Недели две назад мы ясно видели, что в возрастной группе от 18 до 35 лет растет заболеваемость. То есть это социально активные люди, которые принимали участие в рождественских и новогодних мероприятиях. А сейчас те, кому не 20, ученики начальной, основной школы и дошкольники, заболевают быстрее всех. Сейчас очень велика потребность тестирования. Оно ведется в двойном объеме, учитывая, какой у нас уровень зараженности. Дополнительные пункты открыты в Кейла и в ВИМСе. В ближайшие дни в Талию не откроются еще два дополнительных пункта тестирования. Что я советую пациентам, это то, что каждый человек, который имеет направление, получает смс. Там есть ссылка, которую можно использовать и сам бронировать себе время. Это самый быстрый вариант. Говорилось на сегодняшней пресс-конференции о том, что начиная с февраля можно получить сертификат о вакцинации, по которому будет ясно, переболел ли человек, вакцинировался или получил бустерную дозу. Срок действия справки у тех, кто получил бустерную дозу, сейчас составляет один год. Все, кто должен обновить свой ковид-сертификат, получат соответствующее извещение через портал госуслуг. В связи с этим хорошо бы проверить свои данные, правильно ли там указан ваш электронный адрес, чтобы в случае необходимости вы внесли изменения. Особенно это касается тех, кто сначала привился вакциной Йенсен, потом сделал бустерную дозу. Нужно привести свой сертификат в соответствии с требованиями Эстонии и ЕС. Если говорить о ситуации с коронавирусом в Эстонии, то в больницах у нас пока желто-оранжевый уровень, а по количеству зараженных мы уже давно перешагнули красный. Однако, по мнению министра здоровья и труда, надежду вселяет то, что по сравнению с прошлыми годами у нас уже много вакцинированных и много получивших бустерную дозу. Вероятность нашего выхода из этой тяжелой ситуации не так уж мала. Впрочем, нужно дождаться завтрашнего заседания правительства. Возможно, там будут приняты решения, касающиеся побывавших в контакте с заболевшим детей. И эти решения облегчат ситуацию родителей. Но не будем забегать вперед. Новости Таллина об этом завтра обязательно расскажут. Лена Туровская, Петер Улевайн. Новости Таллина.